друзья всем привет вы на канале классная рыбалка давно достаточно уже не записывали ролики ну что вот наступила у нас весна наступил апрель уже можно сказать почти середина апреля на следующей неделе примерно через неделю немножко побольше дней через десять уже максим вот активный ледоход на всех реках вот лед сейчас на реке иртыш на реке табо уже начинает поднимать вода поднимается прибывает не сильно конечно прибывает в основном за счет реки табо вот больше иртыш тобольский в улать и вагае уже начинает подниматься 5-7 сантиметров в сутки поднимается иртыш вот его подмывает уже промоины небольшие мелкие реки так такие как вагае тортас уже начинают местами появляться за краины забереги вот соответственно настало самое такое нетерпеливое время когда рыбаки начинаются готовиться вот я в принципе уже готов к сезону уже закупил топлива 100 литров бензина так как почему я это сделал потому что у нас сейчас очень сильно дорожает топливо на сегодняшний день топлива у нас ставим самое дешевое и собрать 92 несколько видов заправок вот частники продают его по 42 рубля 50 копеек на газпромовской заправке самое дорогое топлива 92 44 а 45 25 уже топлива стоит вот 95 уже почти почти что полтинник стоит ну как бы на моторе не ездим на 95 поэтому как бы не интересно вот купил также масло заказал сезон масло вот такое у меня уже трешечка лежит в лодке и вот заказал еще вот такое масло называется масло хидея можете посмотреть можете сфотографировать замедлить называется масло хидея какая канистра стоит 1000 рублей вот доставка бесплатно если кому-то интересно я могу рассказать отдельно и оставить ссылочку где можно заказать данное масло вот здесь 3 литра полусинтетика использовал его в прошлом году уже по закрытию сезона в августе сентябре когда ездил уже доезжал как говорится последние рыбалки которые у меня были вот выкатал сжег 3 литра отлично работает не сильно дымная то же самое как матьюль то же самое кима любви по факту она синего цвета вот здесь 3 литра то есть это получается грубо говоря 335 330 рублей литр вот это можно сказать что это копейки учитывая что пример банка того же самого и мы любы сейчас в розницу стоит по закупке она стоит около 500 рублей в розницу но стоит от 600 до 750 но зависимости какой банки либо простой банки либо металлической банки вот так же подготовил мотор просмотрел уже все его поднял из ямы гараже сейчас у нас температура примерно градусов ну стабильности 7-10 градусов тепла ночь опускается минус 1 плюс 3 то есть вот так вот прыгает она вот подготовил снасти пришел мне зимний весенний костюм весенний осенний костюм вот на котором я буду ездить то есть костюм такой достаточно непродуваемый на отдельно него обзор запишу что еще такого нового заказал снасти пришли мандулы пришли блесны вот пришла плетенка тоже как бы заказывал уже этим всем покажу обзоры то есть отдельно вот вещи все перебрал перестирали все ну как обычно как обычно подготавливаются рыбаки вот в деревне стоит лодка на прицепе тоже посмотрю лодку с ней сегодня сын в деревне как бы сказал что он поднял лодка сухая как бы немножко воды и снега там было нарезать ему намело все это вычерпал тоже обзор своей лодке покажу что там у меня есть как бы какой у меня прицеп прицеп у меня самодельный вот посмотрим проверим камеры проверим запас запаску запасную колесу как бы все это вот по факту можно уже грубо говоря подцеплять мотор если бы была открытая вода мы и можно было уже тяпать на рыбалку охотники уже заждались как говорится приготовили все свои тоже чечки ружья патроны уже ждут с нетерпением когда откроется весенний сезон охоты вот и начнет охоту также как с рыбалкой вот может быть получится записать совместно с охотниками тоже какое-нибудь видео интересное вот много поступает вопросов по ночной ловли нельмы вообще по ловли нельмы по особенностями и обитания решил записать отдельное видео ну это будет примерно выложу сразу же говорю чтобы не теребили не писали 33 вопроса одновременно будет примерно в мае когда более-менее лед сойдет уже ажиотаж этот 1 1 это волна экстрима этой рыбалки пройдет как бы уже год размере на жизнь вот устаканится размере на более-менее начну записывать право рыбы и основные промысловые которые мы как бы ловим и вообще которые обитают у нас в бортышком бассейне ну и частности естественно про реку ртыш про реку табу вот так принципе все подготовил все готово заправляйся и вот так же пишите вопросы что еще интересно я сейчас как бы составляю список по вопросам как бы чтобы что показывать что вам интересно допустим дорога как мы едем интересными интересно там готовка уха не ухо то есть вот это все как бы я планирую все это записывать способы приготовления рыбы как бы вам рыбу готовить сразу же вот здесь также хочу провести трансляцию сразу же говорю хочу провести трансляцию не дома хочу провести трансляцию на рыбалке ну возможно естественно дома тоже будут трансляции вот когда лучше в какой день проводить трансляцию выходные либо в будние дни пишите в комментариях решим как было общим количеством подписчиков спасибо за то что подписывайтесь на наш канал у нас уже почти 700 подписчиков нынче надеюсь ближайшие два-три месяца у нас наконец-таки станет тысячу подписчиков о долго долго очень идем конечно к этому результату особого суперского ну как бы есть достаточно неплохой контента вот особенно пользуются популярностью контент косынки вот ну так как канал на канале очень мало подписчиков соответственно просмотров тоже как бы небольшое количество сейчас просмотров средний месяц у меня где-то 10 11 тысяч просмотров по всем видео учитывая что у меня 6 грубо говоря там почти 700 подписчиков то есть это на самом деле хорошие но что удручает конечно что количество зрителей большое то есть среднем количество зрителей 4-5 тысяч человек они смотрят следят но не подписываются напоминаю это все бесплатно подписки то есть вам просто нужно подписаться нажать на колокольчик что были оповещение как бы они будут вам приходить если вам интересно видео там есть аудитория да не спорю интерес кому-то интересно кому-то не интересно чтобы не перелисту не перелистывать канал много там разговоров рассказов задавайте вопросы как бы особенно по рыбалке вот по каким-то снастям запрещенным не запрещенным как бы опыт большой рыбалки расскажу покажу как что вообще как ловят как устанавливают как изготавливают какие-то орудия лова вопросы конечно задавайте вот ну что друзья до скорого начну в ближайшую неделю наверно уже укладывать свежие видео обзор по костюму запишу какие-то кулинарные рецепты будет очень много